Здравствуйте, гордые жители Бладистана! Извините, что определенное время не было ни роликов, ни стримов, хотя про стримы, я думаю, вы знаете, почему их нет. Это важный ролик для этого канала, и действительно много в нем есть важнейшей информации и даже лайфхак, про который я сегодня вам также расскажу. Дорогие друзья, как вы знаете, стримы на моем канале отсутствуют не просто так. Дело в том, что прилетело таки на мой канал изначально два страйка. Целых два страйка от компании Warner Music Russia, если я правильно все произношу. Целых два страйка просто за музыку, стримы годичной, даже полуторагодичной давности и, ну, можно сказать, ни за что. Фоном где-то тихонько играла их музыка, и спустя полтора года, после того, как они монетизировали все эти мои стримы, то есть деньги уходили к им, не ко мне, они поменяли то, что они забирают монетизацию на страйк. И все это время именно поэтому я не мог стримить, потому что если один страйк на канале, то стримы отключаются, у меня их было два. Да, один страйк все-таки удалось отозвать. И по поводу последнего страйка также уже ведутся переговоры, уже есть подвижки, вскоре его должны убрать. Так что стримы вернутся со дня на день. Это хорошие новости, я хотел их вам все рассказать. Дорогие друзья, далее, что по поводу новостей. Да, конечно же, я не забыл. Вы можете получить до 100 коробок новогодних, больших, бесплатно. Я разыгрываю именно такое количество лично со своего кармана. И все, что вам надо, чтобы у вас была возможность получить эти самые коробки, это сделать всего два простейших действия. Тем более, за эти два простейших действия вы очень сильно мне поможете и очень сильно меня поддержите. Это, опять же, для тех, кто хочет поучаствовать. Ведь реально простейшие условия, проще некуда, займет у вас 2 секунды. Первое, это подписаться на этот канал, где вы смотрите сейчас данный ролик. И просто возьмите, сделайте эту гребаную красную кнопку серой. Очень вас прошу подписаться. Ну и это вам поможет, опять же, принять участие в розыгрыше и получить до 100 новогодних коробок. Можете еще нажать на колокольчик, мне будет очень приятно. И второе, это подписаться на мою группу ВК. Ссылочка, что на подписку на этот канал, что на группу ВК, будет в описании к этому ролику в закрепленном комментарии. И зайдите, просто подпишитесь. Очень важно подписаться на эту группу, дорогие друзья, потому что именно здесь будет выпишен список победителей. Подпишитесь, чтобы потом вы сразу первыми увидели, что именно вы стали победителем. Ну, можете также включить уведомления. Дальше, дорогие друзья, по поводу коробок. Дело в том, что появилась очень, честно говоря, очень полезная и грамотная статья на VODExpress, где сделали аналитику более двух тысяч коробок, причем коробок подтвержденных. Что я имею в виду под словом подтвержденные? Это когда есть скрины, что человек открыл эту коробку, либо видос. То есть не просто взятые из воздуха. И на основании двух тысяч, даже более двух тысяч коробок, делали статистику выпадения танков. Какой шанс? С каких коробок сыпет лучше? И так далее, тому подобное. Более того, сегодня мы посмотрим с вами эту статистику, ну, можно сказать, прямо сейчас. И откроем 50 коробок одного вида, чтобы проверить то, что на этом сайте излагалось. Ну что ж, дорогие друзья, давайте же мы с вами прямо сейчас перейдем и посмотрим, что же в этой статье написали. Вот она, вы также можете ее прочитать. Она здесь очень огромная и самая интересная из этой статьи. Да, действительно, подтвердился тот факт, что прожито мод 46, тот самый, дорогие друзья, с досылателем, ну, вернее, с дозарядкой, механизмом дозарядки барабана, он стал самым эксклюзивным и самый минимальный шанс на его выпадение. Действительно, это просто жесть какая-то, чтобы этот танк выбить. Я открыл уже очень много коробок, и если мне не изменяет память, я ни разу его не выбил. Ни единого раза, хотя открыл и уже больше сотни, дорогие друзья. Далее, что из этой статистики также довольно важно. Опять же, вот здесь написано, дорогие друзья, сколько коробок было проверено. 2311 коробок. Как по мне, на основании этих, такого количества коробок, тем более, что все они подтверждены, опять же, либо скрином, либо видео, можно делать уже какие-то выводы. Дорогие друзья, дело в том, что здесь очень много разных статистик. Вы можете зайти и их все пересмотреть. Я же вам хочу показать самые интересные. Допустим, по танкам. Какой шанс в процентах выпадения определенной машины, в зависимости от того, сколько коробок вы покупаете? Опять же, это не стопроцентные данные. Это просто статистика на основании 2311 коробок. Ну, я думаю, вы поняли. Итак, как мы видим, тот самый двухствольник из 75 коробок может выпасть, опять же, может ключевое, с шансом в 44%. Допустим, из 50 32, 18 из 25, 14 из 20, с 11 8% и с 3 коробок 2% шанс. А вот посмотрите, какой минимальнейший шанс среди всех остальных у прожета. Даже с 75 коробок он вам может выпасть всего с вероятностью 20 гребаных процентов. Ну и вот остальная статистика. Здесь также есть статистика по поводу того, какого уровня танк может выпасть и с какой вероятностью, и с какого количества этих самых коробок. Это все интересно, это все круто. Но вот я свое внимание заострил именно на вот этой статистике. Самые удачливые коробки новогоднего наступления 2020. И как вы видите, по этой шкале здесь самыми удачливыми считается Новый Год и Восточный. Восточных коробок я уже открывал очень много. Я уже многократно проверял этот факт и прочее. Но мне здесь очень сильно заинтересовал один момент. То, что новогодние эти самые коробки и восточные, они практически вровень по этой шкале. А вот новогодние коробки я хейтил больше всего. И в этом видео я хочу исправиться и все-таки посмотреть, что же выпадет, если я буду открывать ровно 50 коробок исключительно Нового Года. Неужели шанс в этих новогодних коробках практически такой же, как и у восточных? И они самые высокие среди всех остальных. И при этом я хейтил именно эти коробки. И многие мне писали, что они не очень. Но давайте же проверим. Так будет справедливо, как по мне, и довольно честно с моей стороны. И тут также, дорогие друзья, есть очень много всего интересного, повторюсь. Но, опять же, есть вот финальные результаты. То есть, опять же, самые редкие прем-танки с лотбокса 2020 это прожета. Золото сыпет больше, чем в прошлом году. Это неверный факт, дорогие друзья. По имеющимся данным, есть просадка на 13% в среднем по сравнению с прошлым годом. То есть на 13% хуже сыпет, чем с прошлым годом. Далее, блогерам не подкручивали в этом году. Ну, у блогеров реально шансы хреновые, выпадает катастрофически мало. Даже по себе могу судить. Я не утверждаю, что мне в предыдущем году накручивали. Но выпадало мне тогда гораздо больше. Чаще всего из коробок выпадает арта третьего уровня Sexton 1. И на руфоруме даже был игрок, который 220 новогодних коробок открыл. И ему не выпал ни один прем-восьмого уровня. Опять же, это все подтверждено либо видео, либо фотографиями, скринами и так далее. Ну что же, дорогие друзья, зная всю эту информацию, теперь мы переходим в наш ангар. И будем сейчас открывать эти гребаные коробки. Целых, мать его, 50 штук карт. Именно 50 штук новогодних. То есть здесь у меня 60. Останется после этого 10. Ну что же, дорогие друзья, погнали же открывать. Опять же, сможем подтвердить, либо же опровергнуть тот факт, что сыпет лучше всего именно с новогодних и восточных. Восточных я уже достаточно открыл, я думаю. Давайте теперь новогодних. 50 штук, погнали. Так, дорогие друзья, наверное, я анимацию не буду включать. Поехали. Так, как вы думаете, можете прямо сейчас поставить ролик на паузу и написать в комментариях, как лично вы считаете, выпадет мне хотя бы один, хотя бы один прем-восьмого уровня. Я уже забыл, когда я в последний раз получал отсюда прем-восьмого уровня. Я помню, что в первый день, это очень важно, в первый день, как я говорил, что типа шанс будет самый высокий. Гендрон выпал. Шанс будет самый высокий. В первый день, в первые часы я открывал, и мне выпало из тридцати коробок, если мне не изменяет память, два према восьмого уровня. Целых, мать его, два. И после этого, в тот же день, я открывал... Опа! Да ладно, Е75ТС, пацаны, охренеть! Неужели все-таки я все это время ошибался, и оказывается и новогодние, и восточные самые крутые? А я, я говорил, что восточные самые крутые, но я очень сильно хейтил новогодние, и мне с них выпал гребаный Е75ТС. Ставьте лайк за это, друзья. Походу, статья, ну там выборка реально неплохая, ну согласитесь, по факту. Да ну нахер! Ёб твою мать! Чуваки, это трындец. В первый день, в первые часы, мне только выпало два, когда я открыл 30 коробок. Потом в тот же день, в первый день выхода, я открыл 25 коробок, мне выпал еще один, и все. После этого, сколько я не открывал, я открыл их там дохрена реально. Сколько бы я не открывал, в остальные дни, нифига не выпадало ни одного прям восьмого уровня. Здесь уже гендрон сходу. Е75ТС и двустволка. Ребят, все-таки, эта статья реально имеет место быть. Реально, пацаны. Еще один? Охренеть! Я должен был все это время новогодние открывать, а я их больше всего хейтил. Тупо извините, чуваки. Тупо обосрался с подливой. Сраный блогер. Мне, чтобы открыть 2311 коробок, сделать свою статистику и не обосраться. Извиняюсь, ребят. Я здесь реально был неправ, что я их больше всего хотел. Да, ну, мэр! Третий прем... Третий прем восьмого уровня. Фаерфлай, гендрон сумуа. Ёб твою мать. Ват-то фак. Ват-то... Что происходит? Чуваки. Офигеть, я ошибался. Офигеть, я все это время ошибался. Мне, кстати, справедливо, что немаловажно справедливо, чуваки, некоторые писали в ЛСВК. Типа, Бладька, ты тут не совсем прав. Я вот купил новогодний, мне сыпит нормальная такая с пеной. Да, да не, новогодняя параша. И еще Секстон. Ну, Секстон мы видели по статистике. Он выпадает очень хорошо. Он прям очень хорошо выпадает. Ёб твою мать, три. Я извиняюсь за мат... Ну, это мат, не мат, ну ладно. Ребят, три према восьмого уровня. И я открыл здесь вообще всего ничего. Грубо говоря, я открыл 11 штук. Это жесть. Еще премчик. Офигеть. Я просто... Я балдею. Бом-бом-бом. Да, ребятки, все-таки... Долбун нам четвертый! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Что за дичь? Еп! Ха-ха! Я даже 20 коробок еще не открыл. Мне уже 4 према. 4! Дорогие друзья, я, может, так этот ролик и назову. Смотрите. Давайте, чтобы было честно. У меня было всего... Всего 60 коробок. Я уже на данный момент открыл... Чтобы реально честно было, чтобы ролик не был кликбейтным в названии. Ну, справедливо, согласитесь. Смотрите. У меня было 60 коробок. Я открыл уже 23 коробки. Ровно 23 коробки. С 23 коробок мне выпало 4 према 8 уровня. Я, может, так этот ролик назову, чтобы он немножко просмотров набрал. Но это не будет кликбейт по факту. Показываемся. Я охренел! Чуваки, 4 према! Просто 4 према с 23 коробок! Что за дичь! Я до этого открывал, наверное... Ну, сколько? Ну, 70 где-то. 80, наверное, я открывал. И ни хрена ни одного не было. Я же говорю, только в первый день с 30 выпало 2 према. А потом, в этот же день, еще секстон. А потом, в этот же день, с 25 выпал 1 према 8 уровня. А сейчас 23 коробок 4! 2 к ряду вообще! Обалдеть! Твою мать! Как же жестко я ошибался. Да, пацаны, я полностью, я полностью подтверждаю статью, которую мы только что с вами смотрели. Не, ну согласитесь, братцы, реально. Выборка с 2311 коробок. Больше двух косарей. Ну, вы только представьте. И это не с воздуха взято. Опять же, это все на скринах, на видосах. Это нормальная выборка. С такой выборки можно делать статистику. Поэтому я и решил для вас подснять этот ролик, где я вам все это дело, ну, покажу наглядно. И открою эти коробки. С восточных мне выпадало реально неплохо. Именно с восточных мне в первый день выпало 2 према. С 30 коробок. Но здесь 23-4 према? Охренеть! Вот это да! Дальше, конечно, не очень, видать, цепит. Но если еще хотя бы один прем выпадет, то я просто... Я просто офигею. Это просто комп... Нет, это не компенсация. Это просто в таком количестве золота выпало. Нормально, 1250 пойдет. Так, и еще 9 коровочек открываем. 750. Ух ты, мне уже золото. На вафлю золотую на черном рынке хватит, если вы понимаете, о чем я. Блин, знаете, что самое обидное будет? Если реально, если реально... Все сливы информации еще в Firefly. Если реально все сливы информации подтвердятся, вот, я ни о чем не заявлял на 100%, говорил лишь, что есть такие сливы. Если не подтвердятся, и будет на черном рынке золотая вафля. Знаете, что самое обидное будет? Если я не успею ее купить, хотя у меня золото там в любом случае хватит, чтобы ее купить. Там, как сливает инфу, опять же, должна быть около от 50 косарей золота и выше. Ну, хрен знает. Ну, сливали инфу. Раньше эти сливы подтверждались очень часто, поэтому я и решил вам рассказать. Вот, так что, если я не смогу купить вафлю золота, я не знаю. Это будет самое огромное разочарование либо 2019, либо 2020 года. Самое огромное. Если Бладька не сможет купить себе вафлю. Просто разочарование во всех мемасах и вообще во всем на планете. Так, дорогие друзья, вы видели все сами. У меня было, по-моему, 77 тысяч голды. Стало 150 тысяч. Это просто жопа. 4 премиум танка 8 уровня. Куча премов лоу-левела. Как по мне, это неплохо с 50 коробок. Хотя, повторюсь, и чтоб не было кликбейта. Ну, потому что это как бы не кликбейт. С 23 коробок четко мы посчитали. 4! 4 према 8 уровня. Это жесть. Так, дорогие друзья, давайте еще, чтобы не затягивать сам ролик. Я просто поглядываю на таймлайн. И я хочу вам еще один лайфхак показать, если его сегодня не отключили в обновлениях. По поводу того, чтобы собрать все вот эти коллекции. Так, смотрите. Как же все это делать? Ну, здесь, наверное, не очень сильно будет наглядно. Поэтому давайте все-таки какие-то вот эти соберем. Нет, подожди. Я это просто уже собирал у себя в ангаре. О, вот. Нормально. Так, смотрите. А у меня этих игрушек, наверное, не будет. Да, мне надо в коллайдер зайти, сделать осколки. Давайте сделаем. 14 тысяч осколков, кстати, очень мало. С 50 коробок очень мало осколков. Так, заходим. Смотрите, ребят, как работает этот лайфхак, если, опять же, его не отключили сегодня в обновлении. Вот, допустим, да. Заходите, нажимаете на игрушку, нажимаете крафтить и резко переходите в альбом. И она появляется. Шанс очень неплохой. Реально гораздо лучше, чем просто обычным образом. Посмотри, не отключили пока, ребят, судя по всему. Переходим обратно. Смотри, работает безотказно практически всегда. В 90% случаев. Смотрите. Поняли, о чем я? Нажали. Нажимаете скрафтить и сразу в альбом переходите. Видите? Вы сэкономите гораздо больше осколков, как по мне, если будете так делать. Посмотри. А, рядом стоящие. Ничего страшного. Я же говорю, в 90% случаев работает. Вот как раз таки вот на этом запинка пошла. Но как по мне, это получше, чем просто сидеть в этом коллайдере, танцевать с бубном. И по итогу вам будет просто к ряду выпадать одна и та же игрушка. Тут хотя бы шанс может не 100%, а 90%, но все равно это лучше, чем просто сидеть в коллайдере. Мне присылали скрины, где у чувака 7, 7 игрушек подряд одинаковых. Но не тех, которые ему надо было. Блин, я не успел. О, нормально. В общем, я думаю, вы поняли, как это работает. Кстати, я уже коллекцию скоро дозаберу. Вот. В общем, вы поняли, как это работает. Так что пользуйтесь. И пишите в комментариях ваши отзывы по этому поводу. Дорогие друзья. Опять же, по поводу страйков. Скоро его стримят. Скоро его снимут. Я буду стримить и пишите, что вы по этому поводу, опять же, думаете по поводу новогодних коробок. Ваше мнение, если вы их открывали и так далее и тому подобное. Также не забывайте подписаться на этот канал и подписаться на группу ВК. Все ссылочки в описании, в закрепленном комментарии. И чтобы у вас была возможность получить до 100 новогодних коробок. Ну, именно такое количество я буду разыгрывать. Ну, вы поняли. И списки победителей будут в группе. Все, ребят. Не затягиваю ролик. Вам желаю крепкого здоровья. Не играйте в эту игру. Как бы это ни звучало. Но я постоянно об этом говорю. Вот. И всего вам хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok